Сегодня все мы, потомки славных воинов, воплощаем в жизнь все, за что боролись защитники Отечества в годы Великой Отечественной войны. Мы растим детей, строим свои независимые государства, а главное, мы свободные люди. Мы не стали теми, на которых рассчитывали фашисты, придя сюда 22 июня. Дорогие ветераны Великой Отечественной, мы бесконечно признательны вам за то, что вы с честью выдержали тяготы военного и послевоенного периода. Ушедшие от нас сегодня с нами, они смотрят оттуда на нас и оценивают наши действия. Мы им говорим, что их героическое прошлое стало символом нашей независимости, их жизненный путь примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен. С какими бы трудностями ни сталкивались сегодня, мы понимаем, что они неравны тем испытаниям, которые выпали на их долю. Но точно знаем, что их стремление к свободе и справедливости, преданности Родине живут в каждом из нас. И это та наследственность, которая делает суверенитет нашего государства неоспоримым фактором. Очень созвучно сегодняшним дням, борясь за свою независимость и суверенитет, против тех, кто навязывает нам свои идеи, кто идет сюда для того, чтобы разрушить мир и все то, что мы с вами создавали за время суверенитета и независимости, должны понимать, мы не можем предать тех, кто смотрит на нас сегодня с небес. Мы с вами должны помнить, что все, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что мы создали это своими руками, принадлежит не только нам. Оно принадлежит прежде всего им и будущему нашим детям. Время выбрало нас, и мы должны решить те проблемы, которые стоят сегодня перед нами. Я прежде всего обращаюсь к офицерам и солдатам, которые несут службу на этой героической земле, как когда-то и мне выпала честь, будучи солдатом и офицером, защищать последние метры этого Отечества здесь, на Западе. Вы сегодня, наследники Победы, вы стоите на рубеже, который не был отдан врагу, пока был жив, хотя бы один воин. От нас это сегодня не требуется, но мы должны быть готовы ко всему. Благодаря защитникам Брестской крепости день 22 июня стал началом краха нацистской Германии. Это большая честь продолжать традиции героев и огромную ответственность защищать мир, который они стояли ценой своей жизни, и пусть ваша служба будет мирной и безопасной. Я всегда помню и хочу, чтобы вы, если придется воевать, стояли насмерть здесь, но не за тысячи километров на чужих землях и территориях. Там нам делать нечего. Я хочу, чтобы вы тоже об этом помнили. Дорогие друзья, многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти нашего народа, но они научили нас, главному, беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего. Я очень часто об этом напоминаю людям на злобу сегодняшнего дня. мы исчерпали ресурс не только революции, но мы исчерпали то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство, мы и только мы должны решать судьбу, свою судьбу и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, ради сегодняшнего в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом. И пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, чтобы мы могли жить своим умом и на своей земле. Низкий поклон и вечная память героям Великой Отечественной войны.